На полигонах 10 государств продолжаются армейские международные игры. Белорусская сборная готовится вступить в борьбу в конкурсе «Авиадартс». Соревнования военных летчиков пройдут на полигоне «Дубрович» в Рязанской области. Мастерство пилотажа, ведение воздушной разведки, стрельба по наземным целям. Беларусь, Россия, Казахстан и Китай выставили на конкурс 43 лучших экипажей из своих стран. Наши крылья в этом году — это самолеты Як-130, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Накануне военные провели жеребьевку. Каждый борт получил свою программу полетов. Сегодня же в Узбекистане прошло открытие состязания армей по военно-медицинскому многоборью. Здесь тоже участвуют белорусы. В условиях аномально высоких температур наши военные уже провели тренировки на технике и на полосе препятствий. Первый этап конкурса «Снайперский рубеж» стартовал и в Бресте. Дисциплина — индивидуальный зачет. В общем, в конкурсе, который по масштабу уступает лишь танковому биатлону, в этом году участвует 400 человек из Белоруссии, России, Армении, Китая, Индии и Венесуэлы. Те конкурсы, которые мы проводим у себя на территории Белоруссии, они обеспечены всем по первому разряду. Поэтому каких-то проблем по отношению к другим государствам у нас нет. В главном конкурсе армейских международных игр «Танковом биатлоне» у нашей сборной сегодня перерыв. Напомню, накануне команда Белоруссии вышла на первый старт этапа индивидуальной гонки. Экипаж вооруженных сил показал второе время в заезде, уступив лишь команде Китая. Следующий заезд уже завтра. На танкодром белорусы выйдут вместе с командами Китая, Азербайджана и Сербии. Продолжение следует...